всем привет я сегодня решил записать такой небольшой обзор на мотоцикл на мой минс x200 которым я владею уже примерно около двух месяцев и я хочу поделиться своими впечатлениями и рассказать о плюсах и минусах данного мотоцикла для того чтобы те кто им возможно интересуются данный момент смогли определиться нужен он им или нет вот до этого меня не было никакого опыта вождения мотоцикла я буквально недавно совершенно сдал на права и это первый мой эндуро мотоцикл давно его хотел и вот купил и хочу рассказать небольшие впечатления давайте пройдемся по характеристикам мотоцикла опять же говорил что бак 11 литров я сюда заливаю 95 бензин соответственно если при расходе три с половиной литра на сотню вы сможете довольно много проехать на нем вот 200 кубов вес мотоцикла 130 килограмм и на самом деле очень тяжело его потом вытягивать одному за какой-то грязи если вы заедете в нее вот мне было парочка такие интересные истории я вам расскажу давайте пройдемся о плюсах поговорим данного мотоцикла плюсом я считаю если в целом взять тут а один из лучших мотоцикла для начинающих то есть на нем вы не особо пока злите потому что я еще не поднял его на козлах как бы я не пытался на разных кочках не получается хотя мне говорили что есть и на ютубе видеоролики но я не смотрел не знаю ну мне пока что и покуда что и так хватает он простой то есть здесь нечему ломаться грубо говоря если куда-то поедете у меня было масса историй когда почему-то мотоцикл не ехали не заводился я начал на плане паниковать на самом деле такая была фигня что просто самому смешно здесь три вещи получаются которые могут вывести из работы мотоцикла ты либо свеча то есть собой можно купить свечу и не париться свечной ключ соответственно затем с подсосом может быть приключения потому что он здесь работает немножко по-своему может в каком-то положении не завестись нужно будет искать положение которому сможет завестись и еще воздушный фильтр то есть у меня под сидушкой обычно лежали ключи и они были одеты с двух сторон в перчатки такие обычные хозяйственные и как-то была ситуация что я ехал по лесу и на кочках начала соскочила скрепление сама сидушка и соответственно все что лежало под ней тоже начала там прыгать и вот один прекрасный момент я еду по лесу и сидушка болтается и придерживаю жопой и перчатка которая там лежала она просто попадает сопленный фильтр и затыкает эту дырку в него и все мой мотоцикл глохнет я не могу его завести пропадает мощность я не знаю что делать хорошо что познакомиться там с людьми позвонил им они говорят ну тут наверно либо свеча либо подсос либо опять же возможно ты там лежала под сидушкой такой точно залазу под сидушку смотрю и там у меня лежит перчатка прямо воздушный фильтр и достал завел все отлично больше никаких тут нареканий не было так что еще было у меня серьезное падение и он достаточно хорошо опережу то есть пластик пластик нормально не ломается слава богу такой поцарапался немного вот и что давайте поговорим сейчас а минусы может мне в голову придет еще в дальнейшем что касается например не нравится цепь пластилиновая потому что она очень сильно растягивается я вот уже два месяца когда мне осталось одно деление до конца и потом нужно будет либо цепь менять со звездами либо как-то пробовать может защищаться вот затем руль руль тоже из-за него очень хорошего металла тоже если падать то он будет гнуться вы его будете выгинать обратный соответственно рано или поздно произойдет ситуация что нужно будет менять руль новый руль стоит 70 долларов не рассказывали опять же тоже минус соответственно цена данного мотоцикла поэтому такая низкая потому что некоторые материалы то же самый металл он не очень качественный ну это китаец грубо говоря да несмотря что название минск 200 но он по паспорту ляун чин вроде бы называется что касается проходимость его естественно если вы готовы сразу новичком лезь какую-то хард эндуро то естественно нужно будет ставить соответствующую резину у меня на данный момент стоит стоковая резина задняя уже она достаточно неплохо стерлась передней еще достаточно хорошем состоянии вот и были стать у меня что вот когда я сразу купил начал гоня там всякие каналы бывает залезешь и все она просто забивается грязью ты не можешь вытащить мотоцикл потому как вытаскиваешь мотоцикл не на видео даже на моем канале есть можете посмотреть другие видео вытаскиваешь мотоцикл тебе просто больше не хочется кататься потому что тебе как будто там три часа спортзале провел тяжело одного вытягивать я обычно один катаюсь на данный момент сложно найти мне таких же единомышленников в моем городе вот цепь опять же я сначала ее вообще забыл смазывать когда только купил мотоцикл она растягивалась буквально после каждого после каждой покатушки очень сильно то есть нужно если хотите нормальную цепь то ну я думаю в район 100 100 долларов она будет стоить сломал я уже себе в один день два зеркала первое зеркало сломано было вот это вот когда я поехал когда я поехал через каналу я переезжал и упал первый зеркало до этого сломалась это на видео тоже есть в эпизоде лучше бы я эпизод называется упал затерял в канале да и потом вот это вот зеркало я сама когда уже приехал домой вечером поставил его на обычно такую вот землю и он простоял на минут пять я пошел за ключами до гаража прихожу подножка просто продавила землю и он упал соответственно сломал еще одно зеркало только она сломалась вместе с металлом и не пришлось вот химичей чтобы поставить сейчас я заказал 7 нового маленькие но они еще не пришли вот стоит у меня здесь ксенон татин наверное покажу поближе что я вам вот цепь я потом купил смазку на нее вот она вся у меня здесь все белых пятнах потому что смазка такая она потом превращается нормальный цвет изначально она просто она просто белая вот опять же меня начал буквально через полтора месяца замок сидушки болтаться начала там немножко похимичил сейчас сидушка нормально держится я вот чтобы дальнейшем не повторялись такие ситуации с подножкой я приварил сюда звездочку обрезал получилось круг приварил и сейчас уже можно спокойно ставить на грунт вот здесь здесь задние задние эти подножки для пассажира что тоже немаловажно передние переключение передач это у нас идет с резервного бака на основное переключение так это задние ручки держаться поворотники вот здесь поворотник до меня еще были сломали но мне влом его менять поэтому я просто его так вот на на саморезы поставил ну пока что держится есть новость что поставлю вот кстати царапины от моего падения так это выхлопная труба это у нас тоже подножка вот у меня было я получается задел задел камень и меня если вам видно наверное вам не видно вот здесь вот такой скол не погнулась подножка точнее тормоз ручка тормоза и с этой пружин с этой подножки пружинка вылетела но слава богу все обошлось хотя был эпичный эпичное падение но я в тот момент как раз камеру не взял было очень весело потом мне еще вот здесь вот крепление слетела точнее лопнуло не пришлось там его тоже химичить и сама скрепление вот этой вот штуки опять же этом химичил что касается зеркал вот у меня одно зеркало я здесь прикрутил его своим способом здесь она вырвалась холодной сваркой заделал а это зеркало мне даже стыдно пока с ним болтается хрен знает как я просто не хочу погоду что тратить и жду покуда придут мне с китая зеркала вот царапины от моего падения вот он получается после того как я на камень наехал он перевернулся на ну вверх ногами перевернулся колеса получил земли фу и он потом еще на меня упал вот у меня меня небольшие были ссадины но все обошлось слава богу после этого я решился купить защиту черепаху на коленки часто должны скоро прийти вот на самом деле я доволен как слон этим мотоциклом естественно с опытом нужно будет пересаживать на что-то покруче но один сезон я думаю для начала вот обязательно на таком он низкий по сравнению с другими эндуро он не такой шаленый он простой предельно простой здесь большой бак маленький расход вот поэтому поэтому как-то так давайте я заведу покажу как он звучит а я также был погнул ключ погнул я ключ вот этот вот при падении пришлось заказывать новый себе вот 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 этот получается у нас идет при как подсос подсос после которого результате манипуляции с ним блин заглох сейчас вот видите может и такое произвести нормальный такой звук мне нравится особенно когда вы на нем едете и он даже стреляет бывает иногда вот когда на нем едете такой приятный приятный звук я не знаю может я что-то еще не рассказал вам о нем я еще хочу снять со стороны как он едет не только с gopros моей камеры вот поэтому поэтому получился такой небольшой мини обзорчик свои впечатления если я что-то не светил задавайте в комментариях я запишу еще одно видео возможно какие-то вас интересуют вопросы еще пишите все в комментарии ставьте лайки если что-то вам не понравилось пишите опять же я буду справляться подписывайтесь на канал вот как то так все всем пока